Есть методы, которые позволяют подключиться к реальности. Что такое вообще метод мистических врат? Если говорить об этом более философски, мы, знаете, как-то живем в тумане или живем за стеклом. И чем больше мы подходим к стеклу, тем больше искажается реальность, которая за этим стеклом. Наблюдатель вмешивается, то есть мы сами, и мы не видим объективно, как мир устроен. Но 2000 с чем-то лет до нашей эры одному генералу Желтого Императора явилась богиня Девяти Небес. Есть такое же божество Девять Небес в Цемене. Это на самом деле девушка, это богиня. Передала ему искусство мистических врат. И это некоторый расчетный модуль, который нам позволяет подсмотреть, что за экраном. Я вам советую сейчас сделать такое упражнение. Вы откроете глаза и смотрите не в монитор, а за монитором, лучше в окно. Возможно, вы за окном видите какой-то пейзаж, будь то дома или деревья, или поля, или какой-то воем. Правильно? И теперь подумайте о том, что это не некая объективная реальность на планете Земля. Перед вами такой большой экран, на который проецируется изображение. Или большой телевизор, на котором вы видите этот пейзаж за окном. На самом деле на этом изображении и окно, и подоконник, и возможно какие-то предметы на подоконнике, и то, что находится за окном. Наш мозг говорит нам о том, что это реальность. Но на самом деле это картинка. То есть мы видим фильм, который показывают в кинотеатре жизни, во многом этот фильм показывает наш собственный мозг. И мало кто задается вопросом, что будет, если свет выключить. Или что будет, если пойти посмотреть, что за кулисами. А есть защитные какие-то механизмы этой матрицы, этой реальности, в которой мы видим кино, не позволяющие нам увидеть то, что за экраном. Чем больше мы туда подбираемся, тем больше охрана нас туда не пускает. На самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!